Гуруджи, Ваши ученики задают вопрос. Виталий. Намасте, Гуруджи. Вопрос. Когда практикуешь четыре бесконечных состояния Брахма, возникает интуитивное предположение, что потенциал силы, одно лишь данный садханы, способен трансформировать физическое тело в тело света. В жизнеописании 84 махаситхов есть краткие истории с примерами ситхов Киравы, Самудры и Пхандепы. Вопрос, действительно ли одна лишь практика четырёх БСБ с замыканием круга дня и ночи способна реально трансформировать в тело света? Или же всё-таки глубины силы и веры в одну лишь эту практику недостаточно, и нужно применять совместно и другие тайные методы, без которых невозможна реализация радужного тела? Благодарю. Если практика четырёх бесконечных сопровождается очень глубоким созерцанием, и это созерцание доходит до стадии рождения, то пусть не радужное тело, но освобождение вам обеспечено. Если вы делаете на эту практику непрерывный акцент и глубоко пребываете в четырёх бесконечных, объединяя четыре бесконечных с естественной осознанностью, это очень хорошая, очень глубокая практика. Обычно обычным садху не хватает, им нужны ещё другие методы, но, может быть, вам повезёт. Если у вас сильная вера, вся благодать через неё придёт. Делайте на ней дхарану, практикуйте созерцательные присутствия. Это возможно. То есть вы можете сделать свой стиль практики с опорой на садхану, анутара, тантры и четырёх бесконечных. Так выстроить свою стратегию, делая её как доминирующей. Но для этого ваше доверие к этой практике, тотальная поглощённость, должны быть очень сильны. И если будут пережиты знаки лакши, соответствующие радужному телу, то да, возможно. Вопрос от Тайджамай. Драгоценный Гуруджи, для меня большое счастье, что можно напрямую задать вопрос Богу. Я, исходя из ведического гороскопа, да и по собственным ощущениям, знаю некоторые свои воплощения. Разрешите задать вопрос. Какое тело у меня будет следующим? Известно ли заранее исход событий после завершения этой жизни? Или реальность мультивариационная? С глубочайшим уважением, любовью и преданностью вашей ученице Тайджамайи. Для садху есть вариация. Для обычного человека гороскоп и тенденции его кармы показывают однозначно, где он родится и кем будет. Поэтому святые часто мирским людям говорят, ты в следующей жизни станешь брахманом в таком-то месте. Ты в следующей жизни станешь горшечником, и у тебя будет такая-то семья. Для садху это невозможно сказать, что астрологи и гороскопы в отношении садху приостановлены, потому что садху пробуждает Ичха-шакти, божественную волю, пробуждает Бхагавата-карму, энергию божественной милости, пробуждает созерцательное присутствие, и его ум распахивается, подобен пространству. И карма, и планеты действуют на пять элементов. Но когда мы утверждаемся в осознавании, пять элементов так не действуют уже, как обычно. И карма не действует, как обычно. Есть свобода воли, которая расширяется у садху непрерывно. Поэтому нет однозначной заданности при условии того, что вы хорошо будете практиковать. Если практиковать не будете, то примерно можно сказать рождение человеком в хорошей семье. Но если, как только вы практикуете, почему так? Потому что вы уже практикуете, уже накапливаете заслуги, ведете достаточно чистый образ жизни. Но если вы сильно и хорошо практикуете, вариативность нельзя однозначно предсказать. Таджа Май продолжает вопрос. И всё-таки я всегда стремилась узнать, а что же будет дальше? Иногда я думаю, что мои копии живут в параллельных измерениях и условно-прошлом, и условно-пудущем. Мне снились отчётливо события, которые стали реальностью спустя время. Выходит, что сценарий есть, и всё идёт по нему. Но это не для практикующего. Он может менять и влиять на свою карму или же растворить её. Так ли это? Да, это так. Дело в том, что у Ишвары приготовлен не только один сценарий для нас. У него приготовлен целый веер наших сценарий. И мы можем переходить на другие линии судьбы, развивая своё осознавание. И вот когда мы практикуем теоргические практики йоги иллюзорного тела, мы сами рисуем себе сценарий. Так, я создам себе тело в облике дататреи. Это тело будет пустотно, лучезарно иллюзорно. Оно будет пронизано божественным величием. Я войду в пустоту, а затем через семенной слог проявлюсь. Если вы выполняете тантрийское преображение, вы создаете себе новый сценарий. И таких сценариев садху делает очень много, когда он визуализирует древо прибежище, преображается в божество, читая мантру. Все наши практики, визуальные или практики сознания – это новые сценарии, которые пишем мы сами. Например, вы поддерживаете состояние бесконечного пространства. Это означает «я стану бесконечным брахманом». Вы медитируете на свет, вы пишете сценарий «я стану блистающим, сияющим брахманом», подобным чистому распростёртому сознанию. Другой вопрос, насколько вы силы вложите в свои санкальпы, намерения в эти сценарии, чтобы они стали реальностью в следующей жизни. Если силы будет достаточно, это и есть освобождение. Если будет недостаточно, то победит всё-таки доминирующая карма, но эти сценарии тоже останутся как позитивные самскары и склонности к садхане. Следующий вопрос. Ом Гуруджи. Как быть, если вроде настроился делать пранаямы утром, несколько дней делаешь, а потом как препятствие. Ноздри закладывать, хотя и раньше было всё хорошо рано утром. Почему так и что делать, чтобы стабильно заниматься пранаямой? Даже если пытаешься с помощью асан-канала переключить, всё равно продолжается закладывать, когда пранаямы снова садишься делать. Энергии начинают двигаться. Из каналов начинают выходить доши. Ноздри начинают забиваться. Вы можете поделать джалан эти, сутран эти, несколько лет. Постоянно, перед пранаямой. Это благоприятно. В любом случае, всегда будут какие-то условия, которые будут меняться, потому что сама жизнь, она нестабильна, она непостоянна. И вот надежды, что вот всегда всё будет идеально, и вот так постоянно, размеренно и стабильно, лучше не иметь вообще. В соответствии с этим, вы должны уметь быть гибким, перестраиваться и иметь много разных стратегий на случай, если условия меняются. Например, невозможно делать пранаяму, а пранавидью, возможно, там внутренние не играют роли. Если какая-то стратегия не работает, значит, на время её надо отставить и принять параллельную какую-то новую. Вопрос. Гуруджи, можно задать вопрос? Мне часто снится Гуруджи и монахи. Означает ли это что-то или не придавать значению снам? Это означает, что у вас есть связь, вера. В общем, есть четыре типа сновидений. Первый — это сны фундаментального неведения. Например, вы плотно поели и вообще ничего не помните. Йоги ещё это называют. Поросячий сон. Затем есть сны сансарные. Сансарные сны — это просто вам снится какая-то мирская обстановка, даже духовная обстановка, но там нет большой осознанности. Кроме этого, есть сны ясности, которые характеризуются пронзительной ясностью, глубиной словно откровения какое-то или прошлой жизни, или знаки от божеств, какие-то даршины, передачи тонких учений, передачи текстов, путешествия в небесные измерения, явления богов, какие-то фундаментальные такие прозрения, откровения в снах. Это садху только испытывают. Затем есть сны ясного света. Когда вы не видите снов, но вы пребываете в свете, и разнообразные оттенки, уровни света распознаёте, и свет сопровождается пребыванием в пустотности. И вот этот сон можно характеризовать как сансарное сновидение, хорошее, но сатвичное, хорошее, указывающее на связь с прибежищем. То есть оно не совсем сансарное. Умнамасте, Гуруджи. Пусть земной путь ваш будет максимально долгим, чтобы дальше свет учения Адвайта-Виданте, Нутара-Тантры, Саната-Надхарму, изливался в этот мир вашей мудростью. К сожалению, моих заслуг не хватает, чтобы попасть к вам и получить дикшу. Однако их хватило, чтобы принять символ веры и побывать в вашем садху Тапаван под руководством Вида-Матрия, пройти трёхдневный ретрит. Я чувствую большое воодушевление, когда соприкасаюсь со всем, что касается нашего учения. Надо сказать, что я в стадии духовного колобка много чего испытал. Но я сын, муж, отец, кинооператор, у меня четверо детей. Все эти роли мне всегда было тяжело исполнять. Мне всегда с детства казалось, что это всё пустое, не то, и что настоящая жизнь другая. И вот теперь, находясь в середине этой жизни, в оковах долго перед родными, которых я нежно люблю при этом, я задаюсь вопросом, как мне быть? Похоже, в этом черепе мне уже не реализоваться, просто молиться, делать садхану и севу в надежде на удачное следующее рождение. Дописал до этого место и понял, что ответ в вопросе. Извините, что много букв. Простираюсь перед величием нашей парампоры, живым воплощением которой вы являетесь. Умшанти. Михаил. Здесь просто надо практиковать в тех условиях, какие есть. Начинать всегда надо с этого. Даже небольшая практика в тех условиях, какие есть, изменит энергию, изменит ум и даёт возможность управлять реальностью своей линии судьбы, немножко своей жизни. То есть, какой-то пробудится потенциал, появится дополнительный ресурс, сила. А из этого ресурса надо выстраивать стратегию жизни. Этой жизни, не следующей, на будущее. Дети не всегда будут маленькими. Работа не всегда будет такой обременительной. Дело в том, что мы находимся в потоке перемен. И даже если кто-то страдает или ограничен, я говорю, не переживай, через 80 лет вообще этих проблем не будет. Так и здесь. И вот здесь надо понять, что если мы находимся в потоке перемен, то неплохо бы эти перемены управлять ими. По принципу того, что не можешь предотвратить, надо возглавить. Создайте стратегию, в которой постепенно вы можете всё делать, всё практиковать, то, что хотите. В которой постепенно все кармические долги отдаются, все живые существа счастливы, удовлетворены, и вы идёте к своей цели. Пусть эта стратегия будет долгосрочной, 30-40 лет, неважно. Главное, начните её создавать. Так что и все кармические долги отдаются, и перед обществом, и вы идёте к своей цели. Начните это делать на уровне ума. Всё. ОМ 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 ОМ